Соцработники в Молдове будут получать больше. Это обещает Министерство труда, которое объявило о запуске реформы системы социальной помощи. Глава ведомства не уточнил, насколько вырастут зарплаты этих работников, но отметил, что они будут на уровне педагогов. Первым шагом в реформе системы социальной помощи, представленной властями, является повышение заработной платы, что является самой большой проблемой этих сотрудников. В настоящее время оклад неквалифицированных соцработников составляет примерно 3000 леев, а в зависимости от квалификации может достигать 6000 леев. Власти не говорят, насколько увеличится зарплата в сфере социальной помощи, но утверждают, что они будут сопоставимы с зарплатами педагогов. Повысим классы окладов социальным работникам, имеющим высшее образование, до уровня педагога, социальным работникам, имеющим среднее образование, примерно до уровня воспитателя, после чего будут введены три степени профессионального развития. Представленная сегодня Минтруда реформа, системы социальной защиты предусматривают и другие важные меры. В целях расширения доступа населения к социальным выплатам власти предлагают расширить пакет соцуслуг, оцифровать систему, а также увеличить финансирование минимального соцпакета. Этот фонд сейчас очень уязвим, поскольку буквально зависит от количества авиарейсов. Сегодня доступность финансовых ресурсов в большей степени зависит от числа самолетов, которые летают. Или часть этих услуг финансируется из аэропортовых сборов, финансируется также из того, что происходит от обменных пунктов. Как следствие, финансирование осуществляется с перерывами и создает неудобства в процессе доступа. В будущем этот фонд поддержки населения будет финансироваться из государственного бюджета. Власти также предлагают создать новые территориальные органы социальной помощи и проверить все эти изменения в течение трех лет. В Молдове насчитывается более 15 районов, в которых свыше 40% лиц с ограниченными возможностями не имеют доступа к услугам социальной помощи. Еще одной проблемой системы является низкое качество этих услуг, а также то, что государству удается снижать уровень бедности населения всего на 5%. По статистике, в нашей стране каждый четвертый ребенок живет в бедности.